Ликино-Дулёва по-прежнему находится в лидерах антирейтинга Госадомтехнодзора Московской области. Поэтому еженедельно инспекторы вместе с сотрудниками городской администрации проводят рейды, чтобы выявить болевые точки и объезжают места, на которые жалуются сами жители. Я весь телефон уже оборвала. По этой грязи. С января месяца вообще не вывозят. Татьяна Балаева уже не может сдержать эмоции. Напротив её дома вот такая картина. Мусор с этой, так сказать, контейнерной площадки разлетается по всему посёлку Лиас. По лакомицу сюда приходят бродячие собаки. Поэтому жителям уже становится страшно за собственную жизнь. Здесь же в этом мусорном изобилии детская площадка. Правда, как к ней подойти, жители не знают. У контейнерной площадки есть, естественно, хозяин. Есть организация, которая её обслуживает. Соответственно, она нами будет установлена и будет выдано предписание. Необходимо привести контейнерную площадку в надлежащее состояние, установить ограждение, твёрдое основание, график вывоза мусора, чтобы жители понимали, когда, в какой период будет вывозиться мусор. По детской игровой площадке необходимо осуществить подсыпку территории, чтобы была возможность подхода. Я думаю, этот вопрос решится где-то в течение недели. Если не исправят штраф? Да. Это, скорее всего, будет штраф и достаточно немалый. А вот ещё один двор на улице Калинина. Кадры как из постапокалиптического фильма ужасов. А ведь эта, так сказать, детская площадка находится всего в 50 метрах от дома. Судя по мусору, её облюбовали любители отдохнуть. Причём следы пиршеств простираются на сотни квадратных метров. Чья это земля, сотрудники городской администрации затрудняются ответить. Дело в том, что рядом находится кооперативный дом. Если этот участок принадлежит ему, то мусор заставят убирать жителей. Если муниципалитету, то придётся попотеть дворникам. Направлены запросы для того, чтобы установить лицо ответственное за чистоту и порядок на данной территории. И впоследствии будут уже данные лица вызваны, определены даты устранения правонарушений. И впоследствии от степени исполнения будет приниматься то или иное решение. Либо назначение административного наказания, либо вынесение предупреждения. Но в любом случае устранение правонарушений однозначно. В прошлом году в Ликино-Дулёву было установлено 22 новые игровые зоны. За теми, что находятся во дворах, должны следить управляющие компании. Все недочёты, будь то сломанные элементы, ветки, камни, мусор, коммунальщики обязаны устранить. По словам сотрудников администрации, в принципе, проблем с этим не возникает. Со всеми ведомствами налажен контакт. На данный момент все управляющие компании, сотрудничающие с администрацией города, совместно проводятся работы по очистке города от осенне-зимнего периода. Выходит очень много нюансов, где сухостоя, мусор, это всё у нас ликвидируется. И в будущем постараемся побольше субботников организовываться и работать с населением. Правда, не всегда оперативно. Управляющая компания реагирует на требования. Например, здесь до сих пор не убран мусор и не поставлено ограждение. Что касается взаимодействия с теплосечью, здесь уже видны результаты. Неделю назад этот коллектор был прикрыт старым матрасом. Теперь он прикрыт по всем правилам.